МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приехали. Лом, крючок, конус и знак. У этих ребят работа есть всегда. Бригада свесарей аварийно-восстановительных работ, как скорая помощь на вызов спешит сразу же, как только поступит заявка. Ведь если канализация пойдет из-под люка, никому не поздоровится. Лобик не забываем. Ага. Адрес известен, причина засора тоже. Рядом столовая. В канализации бытовые отходы и застывший жир, поэтому вызвали каналопромывочную машину. Она очистит трубы быстрее всего. А вот и та самая машина, без которой не проходит дежурство слесарей аварийно-восстановительных работ. С чем не справились вручную? Дело техники. В систему водоотведения Ростова-на-Дону входит почти 1400 километров трубопроводов и коллекторов, 54 насосных станций перекачки сточных вод и очистные сооружения канализации. Обслуживают их аварийно-восстановительные бригады Ростов-Водоканала, крупнейшего коммунального предприятия Юга страны. Это слесари, электрогазосварщики, водители бригадных автомобилей. Всего 300 человек. Кадры для предприятия готовят в собственном учебном центре более чем по 40 рабочим специальностям. Некоторые из них сегодня решили освоить и мы. Кабина вроде довольно просторная. Места хватило и мне, и водителю-оператору, и нашему оператору. Скажите, ну вот снаружи все-таки, да, она выглядит довольно компактно. Так специально задумано? Машину, да, сделали компактную, на маленьком шасси. Чем удобно в узких улочках, в центре города, маневрировать между машинами. Алексей Дрынкин, водитель-оператор. Отучившись на автокрановщика, управляет спецтехникой уже 16 лет. За это время рулил и самосвалом, и бригадным автомобилем. А последние три года водит тачку на прокачку. На месте приезжает бригада, они выставляют автомобиль, смотрят, чтобы я никого не зацепил. Ну и подгоняют машину в колодец для работы. То есть сегодня будем работать в команде, и кажется, даже уже знают с кем. Открываем колодец. Михаил Сидоров. Более чем за 20 лет трудового стажа успел побыти силовиком и слесарем аварийно-восстановительных работ. По первому образованию газоэлектросварщик, а недавно получил и второе. Выше. Теперь слесарь-юрист. Как это делать? Ломиком под лапку и крючком стягиваем. Тяжелый. Ну вот даже так вижу, что тяжелый. А руками его вывергиваете? Нельзя. Почему? По технике безопасности нельзя, пальцы можно оставить там. Сколько же он весит, такая крышка? От 25 до 40 килограмм. Самому спускаться туда, в коллектор, приходилось? Приходилось. Это для чего делается? Это делается для того, если сверху невозможно почистить, приходится опускаться туда. Я бы, честно говоря, не рискнул. Слышишь? Что? Шум какой-то. Где? Там. А вот теперь там точно кто-то есть. Ну теперь ты довольна? Вас как к этому готовят? В учебном центре подготавливают, рассказывают технику безопасности. И тогда уже на месте применяем. Опасность в основном загазована из колодцев. Вот, проверяем газосигнализаторы, и поезд с привязью, и опускаемся. За вредность доплачивают? Доплачивают. Наш выход. Ух ты, какая красивая. С видами города, с достопримечательностями. Так, а здесь у нас что? Держите, это вам. Это мне? Так. Кажется, это не мой размерчик. Но зато прорезиненные. Специально, я так понимаю, да? Работа не самая чистая нам предстоит. Конечно. Предстоит. Мажется с грязью. Вот эта установка и промывает канализацию. Она промывает и откачивает одновременно. Ух ты. Здесь две установки в одной. Какое умное устройство. Куча каких-то кнопочек, светящихся окошечек. На вид машина сложна в управлении. Но когда привыкаешь, очень все легко и просто. Привыкать начнут с выбора насадки, которой будем чистить колодец. Их с десяток. У каждой свое название, которое ей дали слесари, и свои задачи. Так, например, бомба вытягивает песок и щебень. Жировая крошит жир. В нашем случае пригодятся обе. Чем вообще это все забывается? В основном местное население тряпки кидают. Губки, ершики для посуды. Ну и так еще зажиривается. Зажиривается – это что значит? Это когда посуду моют, вот это вот. Порошки, стиральные смягчители воды, они оседают там. И обрастает труба белым налетом. И плюс еще тряпки набиваются, и тогда вообще ничего не проходит. Все выливается через верх. Вообще не представляю, как таким тоненьким шлангом можно прочистить канализацию. Он специально такой тонкий? Да, специально. Вообще для разных труб подходит? И для широких, широкого, большого диаметра? Размером, да, для трехсотки. Мы этой будем работать? Да, этой будем. А можно я вам помогу? Лежите. Ну, чтоб ощутить тяжеленький наконечник. В другую сторону. Здесь специально, да, вот эти отверстия? Здесь жиклеры. Как? Жиклеры. Оттуда идет вода под высоким давлением, до 150 атмосфер. То есть вот эти вот жиклеры как раз и помогают, да? Они срезают со стенок весь мусор и вымывают все с трубы. Во как. Так, ну что? Опускайте. Я опускаю? Опускайте. Ну хорошо, вы мне доверяете ответственную функцию. Ой. Она там уже брызжет. Опускайте прям полностью. Я бросаю эти шланг. Бросаю. Вы мне помогаете. Такие умные люди придумали эту машину. Запускайте. Два раза быстрое нажатие. Два раза быстро? Это активация, да. Нажимаю два раза быстро. Все, мы запустили. Ты ее прям затянула туда, да? Да, ее за счет давления затягивать пробую. Это надо видеть. Запахи такие пошли. А мы-то вообще в этом процессе нужны или без нас справятся? Конечно, будем ставить ловушку. Ловушку? Колодец опускаем перед трубой. Перед трубой? Наоборот. В эту сторону? Да, вот так опускаем ее и все. Кого ловить будем? Все. Что кидают в канализацию. А что самое интересное за время работы попадалось? Ну, золото, допустим, находили? Ну вот не зря же ваших коллег когда-то золотарями называли. Находили. Цепочки, кольца, серьги. Как они туда попадают? Ну, обычно, когда моются, руки моют, сами купаются, отстегиваются, замочки и туда уходят. Один раз даже парни ковер доставали из колодца. Нам нужно повысить обороты автомобиля, тем самым выставить большее давление на выходе насадки. Я готова увеличить обороты. Вверх, да? Да. Нажимаем. Нажимаем, держите, так выстоим. Ух ты, даже слышно, как она мощно начала работать. И дальше разматываем барабан. Очень. А насадка за себя все сделает. Лучше, наверное, подальше отойти, чтобы не забрызгало. Насколько вы ее опускаете? Насколько, на какое расстояние? До следующего колодца. Здесь бухта у меня 110 метров. Воды явно стало больше и бурлит. Это то, что машина подавала? Да, это вот машина разбывает здесь. Вот. О, как забурлило-то. То есть он отсюда вымывается, а мы его ловушкой, собственно, с той стороны. Да, там будем собирать. Самые древние системы, похожие на современную канализацию, археологи обнаружили в Индии. Им больше 4 тысяч лет. А древний Рим мог похвастаться уже развитой системой водоотведения. В России подземные каналы для отвода сточных вод появились в 14 веке. Но централизованную канализационную систему в Москве запустили только в 1898 году, а у нас в Ростове-на-Дону на 6 лет раньше. При этом некоторые из сетей первой канализации с тех пор так и не перекладывались, хоть и ремонтировались. Сколько длится ваша смена и сколько вызовов за день вот таких вот у вас? Бывают и 10, и 8, по-разному. А смена сколько времени, сколько часов? С 8 до 5. Хорошо, что делаем? Все, сматываем. Аккуратненько, чтобы не обрызгало. Оп, отработали. Да. А иногда, чтобы промыть трубу, сначала нужно откачать ил или мусор. В этом случае используют рукав для всасывания. Работать он может параллельно с рукавом высокого давления, то есть одновременно и промывать, и откачивать. Спасибо за работу канала «Промывочная машина». Хоть немного мою облегчило, даже не знаю, как без вас бы справился, вручную пришлось бы. Рано радуешься. Следующий пролет вручную будем чистить. Пойдем. Пойдем. Проволоку заправляем в направляющую, попадаем в трубу и прокалываем ее до того колодца. Вот это направляющая и есть, да? Да, направляющая. Еще называется саксофоном. Почему саксофон? Форма похожа. Ну, в принципе, что-то есть, разве что клавиш не хватает. И как на нем играем? Играем руками. Естественно, саксофон же. Ну, показывайте, как играть мне, что делать. Проволоку заправляем в трубу. Вот, только очки одеваем. Так, хорошо. Опять забрызгать может? Может и забрызгать, может и по глазам ударить, по лицу. И сюда, вовнутрь. Потихонечку, не спешите. Так, на саксофоне я еще не играл. Честно говоря, звук не самый джазовый. Саксофон в канализацию, к трубе, и через него проталкиваю проволоку. Идет неохотно, но если застревает, где-то прокручиваем. И так до тех пор, пока кончик проволоки не покажется уже в другом люке. Его поднимают, привязывают к толстой цепи с тросом и тянут туда-обратно. Ну что, посмотрим, что мы наиграли на этом саксофоне. Вот такими кусками он и застывает с канализацией, да? Наш улов на сегодня. Слесарь аварийно-восстановительных работ. По данным Управления Государственной службы занятости населения по Ростовской области вакансии 236. Требования среднее профессиональное образование, опыт работы приветствуется. Средняя зарплата 20 300 рублей. В Ростов-Водоканале вакант на 19 мест. Зарплата от 33 до 45 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля Зилгаз КамАЗ. В Ростов-Водоканале вакансии 7. Требования права категории С, опыт работы от года. Зарплата от 35 тысяч рублей. Ну что, как тебе? Ну, честно говоря, непросто. Еще учитывая, что ребята работают в любую погоду, и в жару, и в мороз. Сложная работа. Ну, потому и востребованная всегда. И хорошо оплачивается. В Водоканале, если нужно, еще и обучат. Так что, кому интересно, не упустите шанс. Ну, а мы поехали дальше снимать новый выпуск программы, чтобы уже через две недели снова рассказать вам, где еще есть работа. Кажется, ты немного испачкался. Я надеюсь, это просто грязь.